Кавалергарды век недолг, и потому так сладок он. Кавалергарды веки Кто из них самурай? Я думаю, что оба прекрасны, но до правозащиты здесь еще далеко. Нас интересует другой случай, хотя начало истории такой же, но как в кино. Кстати, смотрите правильное кино, подписывайтесь на канал МЫРК. Отец Марии, декабрист, ротмистер, кутила из богатой вельможной семьи Василий Ивашев. Был осужден за участие в тайном обществе и умыслив цареубийстве на 20 лет в каторге. Мать Марии, куда деваться? Прекрасная француженка Камилла Леданчу. Она едет за ним в Сибирь, они там женятся, у них рождаются трое детей. Но Камилла вскоре умирает, и спустя год, день в день, за ней на небеса отправляется Василий Ивашев. Дочь Василия и Камиллы, та самая Мария, наша героиня, станет первой русской феминисткой. Однажды в жизни Марии Ивашевой появляется молодой, богатый либерал Трубников, который пленил ее цитатами из Герцена. И вот Мария уже Трубникова блистает в Петербурге. Умна, образована и, что называется, общественно активна. У нее свой светский салон, где собираются и аристократы, и отчаянные радикалы. Мария умеет всех выслушать и, пардон, найти консенсус, за что она получает прозвище Крейсберг по фамилии знаменитого укоротителя тигров. Но ей, как лидеру мнения, этого мало. И Мария Трубникова создает кружок состоятельных дам. И они решают перекроить жизнь. Тем более, что средства позволяют. Но сначала они перекраивают свои платья и начинают носить брюки. Коротко стригутся. В 1860 году, это еще крепостное право не отменили, вместе со своими соратницами Трубникова открывает благотворительное общество дешевых квартир и других пособий, нуждающимся жителям Санкт-Петербурга. Для женщин, брошенных мужьями, но и для вдов. При обществе появились мастерские, магазин, школа для взрослых женщин, общежития для неимущих. Там было и паровое топление, и общественные кухни, и прачечные. А теперь о главном. Мария Трубникова поставила цель научить женщин зарабатывать себе на жизнь. Это сейчас мы все умеем и получше некоторых. Но так было не всегда. Трубникова создает профессиональное переводческое бюро, где и сама работает. Потом издательство. Между прочим, происхождение видов Дарвина впервые в России было напечатано именно там. Она была убеждена, что знание – сила, и добилась открытия в Петербурге высших женских курсов. Курсы запрещали или разрешали только для лекций, и чтобы мужчины тоже были. Но в конце концов, в 1878 году она открывает настоящую женскую высшую школу. Знаменитые Бестужевские курсы. Это уже официальное правительственное учреждение. На них сразу записалось 800 женщин. Четыре года обучения. Давали историко-филологическое, естественно-научное и математическое образование. В общем, Марья Васильевна Трубникова молодец! А вот личная жизнь не сложилась. Как обычно. Муж, бывший либерал, оказался тираном, да к тому же промотал все состояние жены. Марья Васильевна развелась. Стала жить самостоятельно с четырьмя дочками. Зарабатывает она уже умело и их учила. Дружила с революционерами, но не одобряла террор. Недаром же Дарвина издавала. Хотела не революции, а эволюции. А ее дочери стали революционерками. Причем радикальными. Их сотоварищи, народовольцы, бросили бомбу в кларету императора Александра II. Важно заметить, что император, реформатор, дружил с Марией Васильевной. Этот теракт ее потряс. Настолько, что она слегла и уже не оправилась. Мария Трубникова умерла в сумасшедшем доме. Дитя французской революции и русского декабриста. Первая феминистская империя. Ныне забыта. Но дело ее живет. Точнее, пытается выживать. Спасибо вам, девочки. Субтитры создавал DimaTorzok